Замечательный держатель для DJI Osmo Pocket, который пришел из Китая. Сейчас мы его распакуем, смотрим. Замечательная природа, весна и у нас на обзоре будет вот такая посылочка из Китая, которую мы сейчас на природе здесь и встроим. Итак, здесь у нас долгожданная штучка из Китая, которая нам так сильно нужна была, которую мы так сильно ждали. Это коробочка и бумажечка. Все, но здесь больше ничего нет. Значит, здесь модель, непонятно что. Вот такая вот лаконичная маленькая коробочка, в которой находится держатель. Здесь по типу сел-митовый сел-тач. О, алюминиевая рамка. Я думал, она будет из пластика. Ну, в общем, алюминиевая рамочка такая. Здесь у нас резиночка. И здесь у нас два вывода. Один под три четверти витка. В общем, короче, держатель для DJI Osmo Pocket. Ну, то есть, монопод закрутили. Есть еще большой держатель. Но нам он не нужен. И что же мы имеем теперь? Мы можем наш DJI Osmo Pocket элементарно закрепить как-то. Я бы даже сказал, слишком плотновато вам садиться. Но это хорошо, в принципе. Так. Мы можем сделать вот так. И таким образом у нас получается надежно держится DJI Osmo Pocket. На штатиль можно поставить. Можно поставить на монопод. и ничего с ним уже не случится. То есть, ну, жесткость хорошая. Зафиксирован очень хорошо. Вот. Держится идеально. Алюминиевый. Такой покрашенный в черный цвет алюминий. Можно даже сказать, что я авиационный, но не будем этого говорить, потому что точно мы не знаем. Вот. Значит, вот такой вот держатель, который не мешает нам подключить и свободно пользоваться Type-C для подзарядки во время съемки. и также смартфон ставить мы сюда не сможем. Только если мы его повернем на ту сторону, только в этом случае можно будет попытаться поставить смартфон. Ну, вещь, я бы не сказал, что прям незаменимая, но тем не менее хорошо, что она есть. Для travel-путешественников, там всяких блогеров, я думаю, будет востребовательна. Плотно вытаскиваем, вынимаем. Резинка хорошая здесь, качественная. резьба, я думаю, нормальная. Можно будет заменить, в принципе, на обычный болтик. Ну, в общем, кому было полезно, тот посмотрит ссылку в описании. Тем, кому было полезно данное видео, ставим палец вверх, не забываем подписываться на канал, и впереди нас ждет еще много новых интересных видосиков с ремонтами, с обзорами на покупки, которые я сделал на китайском сайте Алиэкспресс, и очень много детской одежды, потому что кира растет, и мелочевку, и платье приходится покупать там. Это самая оптимальная площадка, где можно за доступную денежку купить хорошую, качественную вещь. Всем пока!